МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Западные группы, певцы и певицы в немыслимых нарядах, с невиданными прическами и макияжем, казались советской молодежи пришельцами с другой планеты. Карл мне сам лично подписал. Ну, и к почтению, автограф Ирине. Для миллионов советских женщин Карл Готт был настоящим божеством. Фанатки давали обет верности своему идолу. Прошло 30 с лишним лет. Они верны своим обещаниям и сегодня. Я бы хотел, чтобы у Карл Готта... Готта... Было 100 жизней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то нынешние 40-летние, даже 50-летние дяди и тети заслушивались такой несоветской электронной музыкой группы Зодиак. И мечтали хоть краешком глаза увидеть этих пришельцев с другой планеты. В Москву, когда мы приезжали, реально когда-то стоит толпа, и там все бесятся. А чего стоило в те годы купить пластинку Пинк Флойд или Роллинг Стоунс? На знаменитую толкучку магазина Мелодия некоторые меломаны приходили каждое утро как на работу. Или в музыкальный комок, то есть комиссионный магазин на Садовом кольце. С некоторыми девушками оттуда я поддерживал близкие отношения только из-за того, что они регулярно ездили за границу. В 82-м песня на никому неизвестном языке племени Шангани вдруг стала хитом. Страна восторженно запела Хафанану вместе с Африком Симоном. Сегодня многие испытывают ностальгию по советским временам. Наша память стирает все плохое. Мы уже все реже вспоминаем о временах железного занавеса, цензуры, колбасных электричек и продуктовых талонов. И все чаще грустим о той стране, где, как нам теперь кажется, был порядок, стабильность и дружба народов. Как складывается сегодня жизнь у тех, кто в 80-х казался нам недосягаемым эталоном далекой сказочной жизни? Кумиры, которым когда-то мы подражали в прическах, поведении и одежде, перешивая унылый советский ширпотреб под фирму. Куда пропали идолы, рожденных в СССР? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И успехами в производстве галуш. Кинофильмы о подвигах разведчиков и знатоках-милиционерах. Причесанные и прилизанные концерты из Кремлевского дворца съезда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А за кулисами парадной картинки – унылые серые будни, пустые прилавки и никакой надежды увидеть другой мир, тот, который за железным занавесом. Но он все-таки прорывался. Яркими вспышками, короткими и красочными номерами молодежных программ, посвященных зарубежной эстраде. Каждый исполнитель из-за бугра, даже весьма средней руки, привлекал не меньше внимания, чем пришелец из космоса. Каждый выпуск «Мелодии и ритмов» был для советских меломанов настоящим подарком. Правда, не стоит думать, что бескорыстным. Эту программу всегда показывали на Новый год, в рождественскую и пасхальную ночь. Неспроста. Центральная телевидение советским людям несколько раз в году устраивало такую всеночную, всеночную точнее. Происходило это в основном и в первую очередь на Пасху, чтобы отвлечь людей от опиума для народа, чтобы не ходила молодежь и прочее население на крестный ход. В этой программе мы впервые увидели группу Абба, Атаван. Эрапшин, Бонни Эм, французского певца Джо Досена, любимцев Италии Тота Кутунья и Рафаэло Карру, Альбана и Рамину Пауэр. Телеведущий Сергей Антипов работал в программе «Мелодии и ритмы» зарубежной эстрады редактором. Он вспоминает, как вырезали Эреса Рамазотти за джинсы и кожаные браслеты. А вот Лоредано Берте удалось спасти. Как сейчас я помню, что мы с редактором, тогда была Марта Могилевская, перед самой Пасхой, там были несколько выходных, бегали искали зам председателя Гостерадио и доказывали, что у нее не короткая юбка, из-под которой трусы видны, а что это шорты такие модные. И мы все-таки смогли его убедить и номер оставили в эфире. Спасительной ниточкой к западной поп-культуре стали наши меньшие братья, страны социалистического лагеря. Через Берлинскую стену, да и не только, восточным немцам, полякам, венграм, чехословакам было намного проще видеть, слышать и соответствовать лучшим западным исполнителям. А потом привозить их музыку, их моду, их манеру поведения на сцене в Советский Союз. В национальном певческом конкурсе «Золотой соловей» Карл Готт побеждал 33 раза. Потом его так и назовут – «Пражский соловей». А ведь когда-то Карл Готт был всего-навсего электромонтером и даже работал на трамвайном заводе. Но потом неожиданно для всех поступил в Пражскую консерваторию и занимался у одного из учеников Шаляпина. Кстати, именно от него Готт получил судьбоносный совет. Ты сделаешь неплохую карьеру в опере, но на эстраде ты будешь неотразим. Известным на родине Готт станет в 1963 году, после первой победы на конкурсе «Золотой соловей». Но мало кто знает, что к тому времени в СССР его слава была уже огромной. Он был действительно мощным певцом. С другой стороны, у него, конечно, был гораздо более современный и модный репертуар, чем, скажем, у Кобзона и Лилииченко. И некоторые его песни, ну, в первую очередь, наверное, «Леди карнавал», просто их знала вся страна и пела хором. Все получилось почти случайно. Готт был студентом консерватории и выступал только в клубах. И вдруг известный чехословацкий дирижер пригласил его в турне по Советскому Союзу. Для вчерашнего мальчишки это была невероятная удача. Провести шесть недель в Советском Союзе, выступить в Москве, Ленинграде, Дбилиси, Ереване и Баку. Советская молодежь хорошо представляла, как непросто было западной звезде попасть на голубой экран главной страны социализма. Поэтому и девушки, и даже молодые люди с жадностью рассматривали каждый ее лучик, одежду, украшения, прическу, макияж. А утром искали в собственных шкафах что-нибудь хоть немного похожее. Резали, красили, кипятили, утюжили. В Советском Союзе практически не было тканей. Эти недостатки тканей были прекрасно описаны безвестным поэтом. Вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин. Дело в том, что действительно без тоски не взглянешь. Я помню советские магазины тканей, где лежали какие-то рулоны грустного бабушкиного штапеля. Модницы выходили из положения с помощью отрезов. Их удавалось добыть у тех, кто бывал за границей. Если вы смотрите на одежду даже многих звезд, вот в частности, платья Натальи Фатеевой, они шиты часто из лоскутов одежды. Не потому, что у нее не было денег. У нее как раз она жила более состоятельно, чем многие другие. Но ткани подходящей не было. Им приходилось как бы комбинировать. И советская мода была немножко в стиле голь на выдумку хитра. Дамы постарше стремились подстричься под мирой матье. А молодежь копировала стиль западно-германской певицы Сиси Кэтч. Так появилась дорогая нашему сердцу прическа под названием «Взрыв на макаронной фабрике». Тоже такой отчаянный пир во время чумы. Ситуация с весельем, на самом деле, была вынужденной. Дело в том, что в стране все было закрыто, все было прикрыто. В магазинах было пусто. Генсекки, как известно, дохли просто год за годом и так далее. Но люди-то должны были как-то в стране жить. Имя Карла Готта облетело всю страну уже после первых концертов в СССР. Тысячи советских красавиц готовы были отдать кумиру свою любовь лишь за одну улыбку пражского соловья. Потому что до этого они очень редко слышали подобное. Но они были любопытными. Точно так же, как и для нас западная музыка, например, джаз, была другой планетой. Мы удивлялись, как можно так импровизировать в музыке. Такими и мы были для советских гостей на концерте. Поклонницы Гота готовы были работать без отпуска, чтобы набежавшие от гулы подгадать к приезду своего кумира. Фанатки узнавали, в каких городах будут концерты, бронировали билеты и всю зарплату тратили на поездки из города в город. Это поклонница чехословацкого певца Ирина Кузьмина. Она влюбилась в своего кумира с первого взгляда, причем раз и навсегда. Сегодня трудно представить, что творилось здесь перед выступлением Гота. Людская толчая, давка, дороги вокруг зала перекрыты. Ирина решила пробиться к кумиру, несмотря ни на что. Но конная милиция не оставила ни единого шанса. Конная милиция стояла в оцеплении концертного зала по периметру и наблюдала за публикой, которая стремилась попасть на концерт. Действительно, тогда подойти Готу было не так-то просто. В СССР после каждого концерта выход из зала окружало живое море поклонниц. Но организаторы быстро уводили Гота через черный ход. И Карл до сих пор об этом сожалеет. Это была еще одна мелочь, которая мне не понравилась. Что организаторы представляли меня как большую звезду, у которой нет времени. Меня быстро сажали в машину, и мы уносились. Но больше всего Карлу Готу в СССР не нравилось совсем другое. Нас просто баловали в Советском Союзе. Везде. В организациях. Приемы с красным ковром, с большим почетом. Но что мне не понравилось, так это обслуживание в ресторанах. Но это мелочь. У работников вообще не было интереса кого-либо обслуживать. В отличие от официантов советского общепита, которые могли живьем лицезреть звезду, Ирина Кузьмина долгие годы мечтала подойти к кумиру и рассказать ему о своей любви. Случай представился только в 2001 году. После долгого перерыва Карл снова приехал в Россию. На центральной колонии зала Петра Ильича Чайковского висела одна-единственная афиша на весь город. И несмотря на это зал был заполнен до отказа. Ирина узнала, что в два часа дня Карл войдет в зал со служебного хода на репетицию. С того самого первого концерта прошло почти 40 лет. И опять неудача. Поговорить с Карлом снова не удалось. Но теперь Ирина решила, она не сдастся. Вот мы подъехали к тому самому отелю, в котором Карл Гуд всегда останавливается во время своих визитов в Москву. Именно сюда он приехал после концерта в зале имени Чайковского. Наконец-то поклонница встретилась со своим любимым музыкантом. Мы говорили о своих впечатлениях о концерте, о том, что нам концерт очень понравился, что мы воодушевлены его талантом, его творчеством. Мы ему подпевали на чешском языке. Мы знаем все его шлягеры основные. В те времена на прилавках магазина «Мелодия» в изобилии лежали пластинки с речами Брежнева. По знакомству с небольшой переплатой можно было купить записи Муслима Магомаева и Сергея Захарова. Но настоящее сокровище «Битлз» или «Дип Пепл» приобрести в магазине было невозможно. Зато рядом, на толкучке, достать такие желанные запретные записи иногда удавалось. Это были диски, которые привозили из-за границы. Правда, стоили они фантастических денег. На черном рынке и цены, конечно, поражали, потому что новый такой неигранный в целлофане запечатанный или брендовый это называлось альбом такой вот западной группы стоил где-то от 50 до 70-80 рублей. В Москве чуть дешевле, в провинции чуть дороже. То есть это была примерно половина среднемесячной зарплаты советского человека. В школе нас учили каждому по потребности. И каждый меломан получал свою порцию «Битлз», «Иглз» или «Роллинг Стоунс». С винила записывали на бобин или кассеты и продавали среди своих, чтобы не рисковать. Ну это была, конечно, такая относительно небольшая прослойка таких вот ушлых меломанов. Ну естественно, я был среди них номер первого. Я видывал такие квартиры, где стояло примерно ну штук по 10, может даже 15 магнитофонов и они работали все время в режиме нон-стоп. Ах, этот катушечный магнитофон с запахом тройного одеколона. Обладатели такой ценности свято соблюдали ритуал и протирали воспроизводящие головки спиртом. Иначе божественный голос любимой певицы или певца мог превратиться в хрип. А вот Карлу Готу повезло. Он не раз приезжал в Советский Союз с концертами, где поклонницы слушали кумиры живьем. Несмотря на огромное количество фанаток, Гот был самым упрямым холостяком во всей Праге. У него есть две дочери от разных матерей, но ни на одной из них Карл не женился. Когда-то чешские журналисты подсчитали, что у певца за всю жизнь были серьезные отношения с девятью женщинами. Самая известная из них певица Хелена Вондрочкова. Только в 70 лет Карл официально женился на 30-летней модели по имени Ивана, когда она ждала второго ребенка. До свадьбы Ивана подарила Готу дочь Шарлотту, а после Нелли Софии. У меня две дочери Шарлотта и Нелли. Это игрушка им обеим. Шарлотте большую, а Нелли маленькую матрешку. Да, хорошая идея. Сейчас Гот живет в своем особняке в престижном районе Бертрамка, откуда открывается замечательный вид на красавицу Прагу. И часто вспоминает те далекие времена, когда он был кумиром миллионов. Для кого-то он остается кумиром и сегодня. Для кого-то это просто бумага, но для Ирины и для Карла это связь с тем временем, которое безвозвратно ушло. Впрочем, так ли уж безвозвратно, если сохранилась память? Иногда западную эстраду можно было услышать вполне официально в советском кино. С здоровьем! Попробуй, давай! Давай! их! Ну, пожалуйста! ПОЮТ нить клавука, хотя почти никто не знал имя исполнителя Африка Симона. Как советские цензоры проморгали западного певца загадка? Детство экзотического певца прошло на пляжах Мозамбика, где играют футбол и танцуют самбу. Африк сам научился играть на гитаре и стал сочинять простую музыку. Как-то на улице его услышал один англичанин и посоветовал уехать в Европу. Так в 18 лет Симон попал в Англию, где несколько лет заводил публику в клубах. А потом записал свою первую песню с африканскими напевами «Барракуда». Но европейские радиостанции приняли ее прохладно. До тех пор, пока самобытная песня вдруг не стала хитом во всей Латинской Америке. Триумфально вернувшись обратно в Европу шлягер сделала Фрика Симона знаменитостью. Следующий хит певца Хафанана немедленно подхватили все европейские радиостанции, несмотря на то, что Африк исполняет ее на родном для него языке племени Шангани. Возможно, именно поэтому через некоторое время Африк Симон появился в программе «Мелодии ритмы зарубежной эстрады». А цензоры на центральном телевидении удовлетворенно поставили галочку в графе «Поддержка прогрессивного человечества». Спел он там песенку «Хафанана». Вот и все. На следующий день Африк Симон был абсолютной суперзвездой во всем СССР. Фирменные виниловые альбомы или винил, как называли его знатоки, в СССР был чем-то вроде валюты. На него можно было поменять билеты в Большой театр, открытку на немецкий гарнитур и многое другое. Сергей Архипов вспоминает, как гонялись за виниловой мечтой. «Мне на день рождения подарили так получилось, что мне подарили две пластинки Бонни М». И Архипов, тогда еще студент Института стран Азии и Африки, отправился в комок на Садовом кольце, чтобы поменять Бонни М на свой любимый Пинк Флойд. Ну, и был забран, естественно, в милицию. В районном отделении милиции Сергей Архипов пробыл ровно 15 минут. Когда появлялись какие-то новые люди, их сразу забирали не для того, чтобы арестовать, а написать какую-то бумагу или на работу, или что-то еще, а просто проверить, чужой ли пришел, или в общем пришел какой-то залетный чувак для того, чтобы прикупить себе какой-то диск, какой-то ненормальный меломан. Будущего основателя русского радио быстро выпустили. И что было самое радостное вместе с пластинкой. Известный музыкальный критик Артемий Троицкий когда-то тоже жертвовал собой ради любимых записей. У меня были знакомые артисты, скажем, из ансамбля Игоря Моисеева, из балета Большого театра, в общем, скажу честно, покаюсь. С некоторыми девушками оттуда я поддерживал близкие отношения только из-за того, что они регулярно ездили за границу и привозили мне оттуда западные альбомы. Но так везло далеко не всем. Неудачников, которые изучали шоу-бизнес в 80-х лишь по скудным советским телепрограммам, спасали музыкальные группы из Прибалтики. Они были почти заграничными, ведь эстонцы, например, могли смотреть финское телевидение. Стоило немного подправить антенну, и можно перенимать эстрадный опыт с той стороны железного занавеса. неудивительно, что в СССР начался настоящий эстонский бум. А невески як йола. Ну, это вот был как бы такой запад для бедных, скажем так. Какой диковиной казалась нам прическа йоллы. У нас бы его точно отловили дружинники. Или показательно остригли на комсомольском собрании. И вряд ли бы строгие цензоры вообще пустили прибалта на экран, если бы знали, что в таллиннском варьете йолла пел и танцевал в популярном западном мюзикле «Волосы». Да еще в окружении девушек, которых нельзя было назвать одетыми. Да еще в 70-м, в год столетия со дня рождения Ленина. Когда Як был солистом эстонской филармонии, туда же пришел никому неизвестный певец Теннис Мяки. И вскоре этот уволень с обаятельной улыбкой стал известнее самого Йоллы. Его песни «Олимпиада-80», «Детектив», «Любимый мой дворик» пели многотысячные стадионы. Но были стадионы, концерты были очень много. где был стадион, было 25 тысяч человек были стадионы, может быть, даже больше. Меги победил в эстрадном конкурсе в Вильнюсе, где его заметил Давид Тухманов. Как сказали бы тогда, дал путевку в жизнь. Маэстро пригласил Тенниса в Москву и предложил ему исполнить песню «Остановите музыку». Потом ее включили в программу новогоднего «Голубого огонька». И вот 76-й начался для зрителей с выступления тенниса «Мяги». «Сразу все обезьяны». Мне потом только рассказывали, что тогда все были какие-то... Ну, люди думали, что это какой-то его славец, потому что его славская эстрада была тогда очень популярна, ведь никто не знал, что это из СССР человек. И тогда тогда все. Как-то следующее утро я встал, но я был известен везде. Мало того, что Мяги пел с магическим западным акцентом, на обложке своей первой большой пластинки «Олимпиада-80» он сфотографирован в джинсах и босиком. Говорят, жена Тухманова сразу же отметила, что это очень по-капиталистически, не в пример официальной эстрати. И все эти жесты, были вот так одинаковые туда или туда, или никто не двигался тогда в основном. И как-то все были такие очень солидные. Но я бы думал, что если нужно, чтобы тебе как-то помнили, надо, чтобы какой-то особый имидж был. Говорят, свой сценический образ Мяги списал с популярного клоуна Олега Попова. И не ошибся. Маска простака и своего парня пришлась публике по вкусу. И не оставила следов. И не оставила следов. В 80-х практически все время Мяги проводил на гастролях. Не бывал дома по несколько месяцев. Давал по 4, а то и 6 концертов в день. И так продолжалось 10 лет. Теннис устал от своего репертуара. Особенно от песни «Детектив», которую он называл «Дефектив» и считал детской. В 87-м году дал последний концерт в СССР. Сейчас Мяги поет не на стадионах, а в маленьких ресторанах. Естественно, первые таких музыкал, как это мюзикл, не оперет, а в музыке были некоторые роли. И это в основном все, что я могу сказать. Последние 10 лет Теннис Мяги живет в своем особняке в городке Элва. Это маленький озерный курорт рядом с Тарту. Здесь Мяги ведет тихую семейную жизнь с женой Керт Йоханссон и маленькими дочками. Дети маленькие меня 8 лет, 12 лет, Мер 8 лет, 12 лет, снимок. Если был здесь снег, если было свободное время, мы на лыжах пошли кататься, посмотрим фильмы разные, музыка и музыкируем тоже. Теннис знает, что в России его помнят. И хотя молодость давно прошла, та невероятная советская популярность до сих пор греет душу. Это настолько грустно и красиво одновременно. Если есть какие-то песни, которые настолько тронут сердце людей, тогда я свою жизнь не жил пустую, да, думаю, так. Первые ростки протеста против косности и цензуры на советском музыкальном Олимпе тоже появились в Прибалтике. Там еще в начале 70-х умудрялись проводить первые в стране дискотеки. Пример Прибалтов оказался заразительным. Правда, у нас первые дискотеки появились на десятилетия позже. На дискотеке тоже все отрывались, хотя их было катастрофически мало. В Москве были две самые популярные в Олимпийском стадионе. были давки очереди, но человек по 300-400 в очереди, многие не попадали, были слезы. Работали очень хорошие диджеи там. Первые диджеи метались между двух огней, то есть двух катушечных магнитофонов. Да-да. Пока один работал в зал, на втором успевали найти следующий трек. Зато диджей был мегазвездой, и даже подавать ему бобины считалось за честь. Сергей Архипов вел первые дискотеки в родном учебном заведении МГУ. Буни-Эм, Бэдбойз Блю, это уже чуть-чуть попозже, потом Виллэч Пипл, ну, Эрапшин, много всякого всего. Рока было мало, в основном такие рок-баллады медленные с девчонками пообниматься в темноте. А в 1981 году на прилавках музыкальных магазинов фирмы Мелодия появляется загадочный альбом группы Зодиак. Первая в Союзе электронная музыка, уже поэтому колоссальный успех ей обеспечен. Еще одна причина для нынешнего поколения просто необъяснима. Нужно было где-то наскребать 70% советского репертуара. И вот, конечно, для всех наших дискотечников ансамбль Зодиак это был просто дар Божий, манна небесная. Зодиак уже знала вся страна. Но почти никто даже не догадывался, кто автор композиции. Музыкантов считали чуть ли не пришельцами из космоса. Автором космической музыки оказался студент Латвийской консерватории Янис Лусенс. Но самое удивительное, каким образом цензоры дали разрешение на тиражирование необычной музыки. Пластинку эту выпустили по блату, в чистом виде по блату. Оказывается, Янису помог его отец, который ни много ни мало руководил латвийским филиалом мелодии. Если бы этот Янис не был бы сыном директора реческого филиала мелодии, а был бы простым советским, хоть латышским, хоть мордовским, хоть каким, композитором, электронщиком, у которого было несколько там этих самых синтезаторов и компьютеров, естественно, никогда бы эта пластинка не вышла. Пока меломаны охотились за пластинками группы, Лусенс и не подозревал, какая слава на него свалилась. И когда в 82-м Зодиак впервые выступил в Москве, Янис потерял дар речи. Не почувствовал. Только один на этот раз в Москву, когда мы приезжали, реально когда-то стоит толпа и там все бесятся. Выпустив пару пластинок, группа испарилась. Как будто их забрали пришельцы с обложки. Но никакой мистики в этом не было. Янису предложили гастроли по Советскому Союзу. А для этого пришлось бы бросить консерваторию. Я не знаю. В то время я как-то может быть я испугался и меня пугало все это, да, далеко от дома и все это, не знаю, ну, я из-за меня испугался. Остался дома. И Зодиак пропал без вести. Но к тому времени в Москве произошло уникальное событие. В Советский Союз на гастроли приехали родоначальники жанра электронной музыки французская группа Space. Их музыка ходила по Союзу в магнитофонных записях. Иногда ее передавали по радио маяк, а иногда и по телевидению. Как правило, это было на исходе новогодней ночи. Наконец, в 1983 году, преодолев мучительные сомнения, Министерство культуры СССР решилось организовать гастроли Space в Советском Союзе. Руководитель ансамбля Дидье Моруани неоднократно требовал от представителей Министерства культуры, чтобы милиция не мешала зрителям выходить на сцену для выражения своих чувств. В Ленинграде после концертов у служебного входа участники ансамбля разбрасывали в толпу зрителей открытки с изображением группы Space, что вызывало нездоровый ажиотаж и приводило к нарушениям общественного порядка. Французские гастроли чуть не закончились международным скандалом. Все-таки свои советские музыканты хоть и из Прибалтики были намного покладистее. Группа Зодиака это как раз когда волна диска пришла к нам сюда и это наш отечественный ответ капиталистам в принципе он был хорошо сделан. До сих пор Янис Лусенс живет в Риге. Электронную музыку давно не пишет. Зато его оперы с успехом идут в латвийских театрах. Однако несколько лет назад он снова собрал группу под названием Зодиак. Но вернуть былой успех сегодня не получается. Начало восьмидесятых. На советской эстраде царят Людмила Зыкина и Иосиф Кобзон, Надежда Чепрага и Лев Лещенко. А на закуску для молодежи всевозможные ВИА, одетые под копирку неподвижной и с каменными лицами. На танцплощадках крутят пластинки песняров и добрых молодцев, под которые можно крепко выспаться. И вдруг через железный занавес прорвался диско. Советская публика была в восторге. А высокое руководство почему-то посчитало этот музыкальный стиль вполне безобидным. Они тут же увидели, что рок-музыка это какой-то бунт, это вообще какая-то крамола, это какой-то радикализм. А диско-музыка это просто музыка для танцев, абсолютно безмозглая, как бы такой тупой значит акцент бочкой на главную долю и пошла плясать в губернии. Приятные танцевальные мелодии, энергичные раскованные артисты тут же стали нашими героями. По телевидению далеко за полночь иногда можно было увидеть Абу, Бонни Эм, Донну Санар и Рапшем. Невероятной популярностью пользовался индийский фильм «Танцор диско». Ради песен Бабь Пилахири на этот фильм ходили по много раз. Многим одежда жгучего индоса казалась эталоном стиля диско. Ее пытались копировать. И неизвестно, как далеко это могло зайти, если бы не первые советские видеопираты. Они завезли в Советский Союз видеокассету с фильмом «Лихорадка субботнего вечера». От этого фильма сошла с ума вся советская молодежь. Его смотрели всем двором на первых ввезенных из-за бугра видеомагнитофонах, а потом и на отечественных электрониках. Белый костюм Траволты стал мечтой каждого модника. Правда, достать его можно было разве что по волшебству. Главное, чтобы костюмчик сидел! Главное, чтобы костюмчик сидел! В женском варианте диска в почете были короткие шорты, трико из трикотажа с люрексом, босоножки на изящных шпильках. Именно так выглядели девушки на обложке пластинки «Арабеско», выпущенной мелодией в 83-м году. Альбом тут же стал дефицитом. А на улицах городов, в основном столичных, стали все чаще попадаться продвинутые строительницы коммунизма, одетые как под копирку под певиц «Арабесок». Сандра, Микаэла и Жасмин тут же стали всеобщими любимицами. Миленький, ты подумай. Это радует, радует меня, что мы им так понравились. Значит, мы достигли нашей цели. Это одна из участниц группы Микаэла Роуз. В 1976 году она выиграла огромный конкурс, в котором участвовали девушки со всей Германии и стала одной из трех солисток группы «Арабески». Мы все были очень молоды, когда начинали работу. Мне было 15, когда я в первый раз выступила на конкурсе молодых талантов, на котором победила. А через два года я уже была в «Арабесках», так что я начала работать там в 17 лет. Мало кто знает, что Микаэла единственная вокалистка, которая продержалась в группе от начала до конца. А Сандра присоединилась к «Арабескам» последней. У нас был очень строгий продюсер. Он был, как наш папа. Строгий такой папа. И поэтому мы всегда были очень дисциплинированными. Он говорил, надо сделать вот так. И именно так все и делалось. Именно, именно. Я ее нашел, и она теперь входит в состав. Так и было сделано. Так в группе появилась 16-летняя Сандра. Но негласным лидером ансамбля всегда была Микаэла, настоящий эксперт в одежде и музыке диско. Она следила, чтобы девушки выглядели ярко и сексуально. Именно так мечтали выглядеть и миллионы советских девчонок, перекрашивая и перешивая отцовские кальсоны в новомодные леггинсы. Вы знаете, что тогда делали советские женщины? Они приносили такую фотографию парикмахерам и говорили, сделайте мне так же. Именно. Это классика. Это прекрасно. Большое удовольствие. Тогда, в 80-е, в магазинах висела одежда, больше похожая на рабочую спецовку. Многие отводили душу тем, что покупали баснословно дорогие джинсы у форцовщиков. В Москве было несколько таких мест. Например, у фонтана в Гуми. Стоила одна пара целое состояние. Даже если была подделкой одесских кустарей. Джинсы Монтана появились, вообще стоили 200 рублей. Никто не знал, что Монтана это делается в Одессе предприимчивыми людьми. Они стоили очень дорогих денег. Самые дорогие 200-220 рублей были джинсы. Монтана. Но самое неприятное, придя на встречу у фонтана, можно было остаться и без покупки, и без денег. Там же было и кидалово, когда кто-то покупал джинсы. Покупать же тоже было запрещено. Подходил милиционер, и эти джинсы у тебя отнимал вместе с деньгами. Спекулянт, естественно, с деньгами уходил, милиционер уходил с джинсами. Жизнь из-под полы. И вдруг вся страна забурлила от неожиданной новости. К нам едет Бонни М. Музыкальная группа, по которой сходит с ума весь мир. Мы не верили собственным глазам, когда экраны показали Лиз Митчелл. темнокожую красавицу с Ямайки. И танцора Бобби Фаррелла, который отплясывал в самом центре Красной площади. Мы счастливы, что приехали к вам и постараемся сделать, чтобы всем было очень-очень-очень хорошо. Специально для вас и русский мороз, и русский медведь. Вероятно, всего этого никогда бы не произошло, если бы не Олимпиада. Советское государство хотело казаться открытым. Друг друга, только не в меня. Твою? Да? В камеру, пожалуйста. Музыка. 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 Пока музыканты готовились к выступлению, в Москве творилось что-то невообразимое. Билеты на концерт официально стоили 6 рублей. Но на черном рынке их продавали за 2 зарплаты. Если перевести на современные деньги, цена билета доходила до 100 тысяч. Но даже у спекулянтов купить их было невозможно. На первых рядах партийные бонзы всех рангов. Директора магазинов, товароведы и вообще по Райкину уважаемые люди. Зажечь такую публику задача не из легких. Тем более, что главный хит Бонни М песню о фаворите последнего российского императора Григория Распутина группе петь запретил. И все из-за последней фразы «Ох уж эти русские». Ох уж эти русские. Московское выступление Бонни М стало для публики незабываемым событием. А советскую эстраду прямо скажем перевернуло. Первым, наверное, в этом списке стоял Валерий Леонтьев. Они тут же все стали диско всячески копировать. И в плане манеры исполнения все эти платформы, люрекс там и так далее. Ну и композиторы наши тут же быстренько тоже переняли всевозможные способы и манеры дискоаранжировки. В отличие от Бонни М Робески не были официально признанной группой. И уже в этом для советских поклонников была их невероятная привлекательность. Их не крутили по радио как Рефаэру Карлу или Карелла Готе. А с другой стороны они были жестко запрещены как Чингисхан. И поэтому я мог всегда взять свой любимый магнитофон вставить мне вот такую кассету и идти на прогулку в таком виде или в таком на ногах кроссовки Адидас и обязательно подошвы пластмассовой прозрачной полупрозрачной то конечно все девушки моего училища или школы были мои в этом случае. Легендарный кассетный магнитофон электроника. Благодаря небольшим габаритам спокойно помещался на плече меломана. В народе назывался Мафон и на черном рынке стоил около 300 рублей. Это приблизительно 200 тысяч современных деревянных. Но цена ни в коем случае не отражала качество родной техники. Любимый анекдот меломанов того времени электроника просит у Шарпа кассету пожевать. Вспоминается с ностальгией. КОНЕЦ Но верных поклонников ничего не смущало. Ни цена ни качество. Музыка Робеса запала в душу Сергея Ускова. Он по сей день остается поклонником трех немецких девушек Микаэлы, Жасмин и Сандры. Вот, посмотрите, это я, это Жасмин, а это Сандра. Из трех красоток каждый мог выбрать фаворитку на свой вкус. Северная красавица Жасмин, очаровательная Сандра и знойная восточная Микаэла. Кстати, нам Микаэла сделала удивительное признание. А это я в детстве. Валь, Валь, ты знаешь, что мои предки родом из Узбекистана, поэтому я так выгнил. Много лет девушки гастролировали по всему миру, но в Советский Союз дорога была им закрыта. Поэтому они даже понятия не имели, насколько популярны в нашей стране. Хотя поклонения и подарков арабескам хватало и без нас. Это наш композитор Жан Франк Фуртер. А это наш строгий продюсер, который уже, к сожалению, умер. Это мы где-то в дороге, получаем любовные письма и подарки. К середине восьмидесятых стиль диска за границей вышел из моды, и арабески остались неудел. Микаэла и Микаэла создали группу РУЖ. Дела у них шли плохо и девушки расстались. Несколько лет Микаэла исполняла джаз вместе со своим возлюбленным Томасом. ДИНАМИ 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 Должна сказать откровенно, я дитя восьмидесятых. Я дитя восьмидесятых. Я увлечена диско, и я должна им увлекаться. И это был не мой мир. Поэтому я сказала, занимайся дальше своим делом. Мы немного выступали вместе, я пела с ним джаз, и мне это доставляло удовольствие. Но у меня не лежало к этому сердце. Вот так. Микаэла потеряла и работу, и любимого. В это же время Сандра, напротив, была любима и успешна. Такая пластинка на черном рынке с рук стоила 70 рублей. На современные деньги это примерно 15 тысяч рублей. Ну, половина зарплаты, да. И была велика вероятность, что внутри окажется диск с этикеткой Сандры, но при проигрывании там будет группа доброго молодца. Это еще в лучшем случае. Сандра до сих пор получает письма от влюбленных в нее российских мужчин. А Сергей Усков письмами не ограничивается. Он подарил любимой певице звезду. Поэтому я считаю ее звездой, действительно той звездой, которая достойна того, чтобы назвать в ее честь. назвать в ее честь планету. Что я сделал. Благодаря Ускову планета по имени Сандра числится в каталоге НАСА. Но теперь его личная звезда почти не выступает. Зато Микаэла получает компенсацию за все годы, когда арабески не могли приехать в СССР. Она возродила группу и успешно гастролирует. Зилке тоже певица. Расскажи сама, чем ты занимаешься? Я певица, диктор. У меня своя линия украшений. Я создаю украшения и сама их продаю. А здесь у нас Сабина Кемпер. Сабина Кемпер сейчас живет в Кёльне. Родилась тоже недалеко от Кёльна. Она актриса. Ну дальше сама рассказывай. Я актриса, певица и ведущая. В этом составе Робески гастролируют с 2006 года. Борщ. Борщ. Точно. А твоё первое слово было гриб. Русские поклонники Робесок оказались самыми преданными. На концерт во Франкфурте собрались в основном наши бывшие соотечественники, которые теперь живут в Германии. Добрый вечер, дорогие меня. Как тебя? Хорошо? Очень хорошо? На Западе популярность музыкальных групп 80-х давно сошла на нет. А у нас немного пополневшим и пожелтевшим кумирам всё равно рады. Ведь для нас это встреча с молодостью. Английская группа Смоуки, говорят, даже выступала в Кремле перед первыми лицами. А ведь их песни выходили в Союзе единственный раз. Мелодия выпустила гибкую пластинку. Для этого не надо было брать лицензию. После этого хрипловатый голос Криса Нормана стал родным для миллионов по всему Союзу. И долгие годы изо всех окон слышался отчаянный вопль англичан «Вот к найду». Вы можете спросить ну скажем 10 тысяч английских меломанов знают ли они такую группу Смоки с 10 тысяч может быть 1-2 скажут да какие-то были такие у нас Смоки стали одной из величайших рок-групп наравне с Битлз Роллинг Стоунс не знаю Пинк Флойд Дип Пэрпл и так далее. При том что это вообще несопоставимая величина. Сколько версий песни Смоки ходила по просторам нерушимого союза на рубеже 80-х годов? Одним из самых известных был вариант «Нет, я не жду» в исполнении веселых ребят. Ждут нас два пути и две судьбы у нас «Нет, я не жду» «Нет, я не жду» Есть и народная версия. Русское ухо в горестном английском восклицании «Водки найду» «Что я могу поделать» услышало более родные сердцу слова «Водки найду». Что и говорить вопрос выпивки в СССР стоял остро Сначала водка была дефицитом за ней стояли огромные очереди а в середине 80-х ее и вовсе запретили Но в Эстонии даже во времена сухого закона можно было зайти в маленький ресторанчик и заказать там хорошее домашнее пиво и если повезет послушать живое выступление рок-музыкантов Там, скажем официально проводились рок-фестивали Там были официальные филармонические рок-группы тот же Апельсин Витамин Руя и так далее которые официально выступали при том, что они играли стопроцентную рок-музыку Эстонская группа Апельсин была популярна не только у любителей рока Музыканты часто бывали в гостях у Сан Санчо Иванова Уставшие от однообразной эстрады зрители включали программу вокруг смеха и просто оттягивались на пародийных номерах Апельсина Три пластинки апельсина выпущенные мелодией были гордостью советских меломанов эстонские парни звучали не хуже запрещенных британцев Ребята из Апельсина заслушивались музыкой Пинк Флойд и Марка Кнопфлера за характерный гитарный звук меломаны до сих пор ласково называют их эстонскими дайр стрейтс Это с уважением потому что этого гитариста я очень уважаю и сколько в нашем ансамбле всегда струнная музыка и был очень популярный до сих пор популярный и конечно тромбон тогда тогда очень приятно если кто так что-то так сказать рождение Апельсина произошло здесь дома у Тыну в гости пришли друзья Ян Ардер и Анс Нут и вместе записали пародийную композицию в стиле кантри потом спели ее на эстонском телевидении и хотя выступление было шуточным последовал успех и совсем не шуточный Апельсин стал гастролировать по всей Эстонии 1974 год мы этот ансамбль создавали и Ива Линна пришел в один год позже первое время вместе с группой выступал Ива Линна один из самых любимых в Эстонии исполнителей Микел Микел Энджел ушел А в Апельсине появился новый вокалист тяжелый атлет Матти Нуди Весь он у него был где-то что 152 когда он пришел на ансамбль как-то он свой рот открывал и сразу начали там сила такая сила но штанкисты Матти с легкостью вписался в формат группы ансамбль начал ездить по всему союзу с юмористическими музыкальными шоу во время их выступлений публика в прямом смысле смеялась до слез но в 1989 году Матти ушел из Апельсина чтобы петь патриотические песни гастроли прекратились оставшиеся участники группы редко выступали да и то в одной лишь Эстонии и только три года назад ансамбль Апельсин снова собрался и записал новый альбом приветствуем ТВЦ на презентации нового альбома к ансамблю присоединился их первый вокалист Ива Линна А вот Матти Нууди больше нет в живых сегодня из старого состава Апельсина остались трое Тену Аре Ян Ардер и Анс Нуут Все музыканты пережили непростые времена каждый как мог боролся с безденежьем и тоской Анс Нуут крепко выпивал но сейчас завязал и посвятил себя любимому занятию моделированию паровозов Сейчас уже 13 лет хожу трезвый грустный и делаю вот такие дела и на все все время на всю жизнь я любил эти железные дороги паровозы тепловозные Тену любят колесить на велосипеде по старому Таллину Ян поет в церковном хоре часто чтобы его послушать в церковь заглядывают Анс и Тену В песнях апельсина была крупица свободы и нам хотелось слушать их до бесконечности Тену, Анс и Ян тоже с ностальгией вспоминают то время когда их знала и любила шестая часть суши ПОЩИЕ 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 А тогда в начале 80-х по стране даже ходили слухи о пресловутом черном списке где перечислялись вредные в идеологическом плане музыкальные группы в него попали многие например, группа U2 за пропаганду милитаризма депешмот запретили за аполитичность а вот как в черном списке оказался безобидный таван загадка его песню «Хэндс ап» объявили порнографической вещицей словом пришили аморалку и разлагающее влияние ПОЩИЕ 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 чернее чем у себя на родине спасибо мелодиям и ритмам зарубежная эстрада они сделали из смоки из бонием из атавана из арабесок не сделали из них суперзвезд именно в Советском Союзе именно в России еще одна строчка запрещенного в СССР списка музыкальных групп легендарный Чингисхан Накануне Московской Олимпиады в мире был всплеск интереса к России Бонни М пели о Распутине а немецкая группа Чингисхан вообще открыто эксплуатировала интерес западной публики к экзотической стране из-за железного занавеса у нас никогда не было возможности получить более подробную точную информацию в то время это было совершенно невозможно мало кто знает что немецкий продюсер по фамилии Зигель мечтал чтобы песня Москва прозвучала на открытии Олимпиады и начал собирать группу которая бы ее исполнила да, Москва была создана и записана специально к Олимпиаде лучшим тому доказательством стало то что у нас были костюмы тех же цветов что и олимпийские кольца Зигель искал лица с яркими особенностями похожие на Чингисхана или хотя бы напоминающие его одного из первых участников продюсер нашел в кабинете дантиста это был студент стоматолог Вольфганг Хайхель в дальнейшем подобрался интернациональный состав и естественно никакой военной агитки у нас были венгры южноафриканцы немцы голландцы в то время такого еще ни у кого не было никакой идеологии не было совсем нет это было просто развлечение общение удовольствие сначала все шло по плану группа с успехом выступила на Евровидении и заняла четвертое место яркое и энергичное зрелище пришлось по душе людям во многих странах да да если вы посмотрите то сейчас мы этого не делаем но 30 лет назад я тоже в конце песни Москву танцевал в присядку и лежал на полу да это было здорово в преддверии олимпиады советское телевидение закупило видеозапись песни и собиралась показать в новогоднем голубом огоньке но потом что-то произошло и план руководства изменился а группа Чингисхан была предана анафели сегодня люди уже знают о чем мы поем что мы уже 20 лет поем по всему миру о москве о том что там замечательные люди о русской душе возможно фраза бейте стаканы о стену раньше не вписывалась в идеологию группа попала в черный список должно быть именно это сделало ее невероятно привлекательной для миллионов советских слушателей за проигрывание Чингисхана закрывали дискотеки исключали из комсомола и отчисляли из института но тем не менее их песни звучали из каждого окна меломаны воодушевленно подпевали Москва Москва забросаем бомбами а ведь многие верили что немцы как раз об этом и поют впервые я услышал об этом на пресс-конференции в москве это было в 2005 году и я даже не воспринял это всерьез думал это шутка такая думаю это можно объяснить только одним каждый может перевести с языка то чего в тексте нет то что они сами придумали это большая глупость абсолютная чушь группа гастролировала по миру но в середине восьмидесятых интерес к ней пропал и каждый участник пошел своей дорогой Вольфганг Хайхель стал преподавать искусство Луис Подгиттер харизматичный танцор в шапке уехал на родину в ЮАР и попробовал заняться бизнесом правда не очень успешно Стив Бендер чья могучая фигура с лысой головой обращает на себя внимание в первые секунды стал музыкальным продюсером мечта выступить в России так и осталась мечтой и казалось ничто уже не поможет ей осуществиться они были правителями хит-парадов а сегодня они снова на коне возвращение через 22 года и сегодня они у нас в эксклюзивном шоу встречайте Чингис Хан в 2005 году бывших участников группы собрал продюсер Хайнс Гросс и предложил им ни много ни мало выступления группы в Москве когда мы приехали билеты продавались очень плохо в первый вечер нам сказали мы продали десять тысяч билетов а на второй день сказали все продано все тридцать тысяч билетов и тогда мы поняли что это будет огромное испытание на сцене стоял большой экран и во время исполнения этой песни шли субтитры с переводом но публика по привычке подпевала о бомбах и олимпиаде это было очень трогательно а с другой стороны очень удивительно как много людей знали текст то есть со сцены видно как минимум несколько первых рядов которые находятся прямо перед сценой это было очень впечатляюще папаши с детьми на плечах правда группа уже не смогла собраться в прежнем составе танцор Луис под гитар умер от спида в девяносто шестом а выступление 2005 года стало последним для Стива Бендера спустя год он скончался от рака но тот единственный концерт Чингисхана перенес нас во время когда солнце было для нас ярче а трава казалось зеленее они позволили нам совершить настоящее путешествие во времени и хотя бы на несколько минут вернуть себе молодость сегодня можно свободно купить музыкальный диск на любой вкус увидеть любой видеоклип и даже похороны поп-звезды в прямой трансляции но почему-то для нас это стало обыденностью может быть время кумиров на которых мы смотрели как будто в замочную скважину навсегда ушло да и мы сами стали совсем другими как-то было больше живого общения было больше спорта на площадках во дворах всегда во что-то играли хоккей футбол настольный теннис а сейчас народ сидит в чате в социальных сетях а живого общения вот категорически не хватает может быть и времени на него нет вряд ли наши дети будут настолько сильно любить кумиров своего поколения когда все можно наступает разочарование кажется что в жизни нет ничего особенного ради чего можно было бы рисковать а нам казалось что есть правда лишь тогда когда все это было под запретом ведь не даром народная мудрость гласит что сладок лишь запретный плод не забудет этого не не сейчас надо